Всем привет! Есть один очень популярный шоколадный батончик под названием Пикник. Сегодня я решил приготовить его гигантскую версию. Ну а для этого мы конечно же изучим оригинал. Открываем упаковку. На вид он очень неровный. Наверное это самый шероховатый батончик из всех, что я когда-либо готовил. Нужно посмотреть из чего он состоит. Странно, либо мне кажется, либо раньше здесь были вафли. Тем не менее, сейчас батончик состоит из шоколада, арахиса, мягкой карамели, воздушных зерен и изюма. Нужно попробовать. Очень вкусный батончик, чем-то напоминающий твикс. Итак, для изготовления воздушных зерен нам нужно 10 килограмм риса и специальный китайский аппарат. Набираем килограмм риса. Открываем пушку И засыпаем. Сюда же добавим масло. Пушку закрываем. Затянем, чтобы ничего не взорвалось раньше времени. Устанавливаем на свое место И зажигаем горелку. Мы будем постоянно вращать этот аппарат, чтобы рис равномерно прогревался и не подгорал. Греть первую партию пришлось очень долго, примерно 10 минут. Так как это огромный кусок чугуна и он набирает температуру очень долго. Зато следующие партии будут уже быстрее. Итак, для риса нужно давление в 0,7 атмосфер. После чего направляем пушку в специальный мешок. И с помощью рычага взрываем. Это самый страшный момент. И вытряхиваем остатки риса из аппарата. По-моему, все получилось. Забираем мешок. Развязываем веревку. И высыпаем содержимое в ванночку. С одного килограмма риса получилось очень много воздушного риса. Он увеличился в объеме где-то 8 раз. И получились вот такие невесомые гранулы. Давайте взорвем следующую партию риса. Направляем пушку внутрь мешка. И взрываем. Вторая партия риса отправляется в ванночку. Мы продолжали взрывать рис на протяжении двух часов. И он наконец-то закончился. Следующее, что мы взорвем, это перловку. Тоже набираем ровно один килограмм. И засыпаем в пушку. Закрываем и затягиваем. Принцип здесь точно такой же, как и с рисом. Крутим аппарат, равномерно прогревая перловку. Правда давление тут нужно 0,9 атмосфер. Взрыв. Готово. Пересыпаем попкорн из перловки в ванночку. Вот так он интересно выглядит вблизи. Ну что, продолжаем взрывать перловку. Готово. В общей сложности у нас получилось 150 литров воздушных зерен. Следующий ингредиент изюм. Здесь 15 килограмм. Мы делаем соотношение всех ингредиентов, как в оригинальном пикнике. И изюма в нем должно быть 7%. Поэтому отправляем его в ванночку. Он немного слипся, поэтому разделяем его руками. Дальше нужен мешок арахиса. Открываем его. А чтоб с мешка не разлеталась ворса, оплавим ее горелкой. Арахис у нас очищенный, но сырой. Поэтому его нужно обжарить. Пересыпаем в казан большую часть арахиса. Зажигаем горелку. И постоянно перемешивая, прогреваем арахис. У него появился офигенный аромат. Можно пересыпать в ванную. Пока ингредиенты еще сухие, их можно относительно просто перемешать между собой. Готово. Смесь равномерная. Переходим к карамели. Основа это конечно же кукурузный сироп. Заливаем 16 литров. Он не даст кристаллизоваться карамели. Также нужен целый мешок сахара. Открываем его. Обжигаем горелкой ворсу. И высыпаем все 50 килограмм в кастрюлю. Добавим воды, чтобы сахар намок. И зажигаем горелку. Карамель начинает постепенно вариться. Нам нужно следить за температурой. Варили мы карамель около 3 часов. И наконец-то она достигла 140 градусов. Сейчас у нее очень красивый бурый цвет. Теперь нужны сливки 33% жирностью. Заливаем в карамель 10 литров. Продолжение следует... С помощью лопатки смешиваем карамель со сливками. По итогу карамель должна получиться более светлой. Выливаем ее прямо в ванную с нашей сухой смесью. Вот теперь все это замешать будет гораздо сложнее, но мы постараемся. Спустя 40 минут готово. С помощью пищевой пленки застилаем стол. Гастроемкость в мармит. И наполним ее молочным шоколадом. Включаем нагрев. Периодически будем перемешивать шоколад до тех пор, пока он не станет жидким. Готово! Он идеально однородный. Мы замерили размер оригинального батончика. И умножив размеры, выложили границы из палочек. Теперь зачерпнем шоколад. И выливаем в форму. Теперь весь шоколад нужно разровнять лопаткой. Но так, чтобы он не вытек за палочки. Готово! Ждем, пока шоколад застынет. Палочки больше не нужны. Отделяем их. Теперь одеваем перчатки. Набираем начинку. И выкладываем ее на шоколадной ду нашего будущего батончика. Буквально за один час мы почти полностью опробуемся. Опустошили в ванночку. И выложили начинку на стол. А с помощью доски мы придадим нужную форму нашему батончику. Постукиваем по массе, чтобы ее уплотнить. Из остатков начинки мы сформируем вот такие шарики. И приклеим их к батончику, чтобы повторить неровности, как в оригинале. В мармит досыпем еще шоколада. И расплавим его. А для большей текучести нужно долить много масла. И объединить его с шоколадом. А теперь самая приятная часть. Завершающее обливание батончика горячим шоколадом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ждем застывания. И наш гигантский батончик пикник готов. Я считаю, что получилось практически один в один, как оригинал. Он занимает весь стол и весит целых 200 килограмм. Ну что, давайте его разрежем. В разрезе он тоже получился, что надо. Снаружи шоколад, начинка из арахиса, воздушная перловка, воздушный рис, изюм и карамель. Ну что ж, попробуем кусочек. Да, это офигенно вкусно. Вкус даже насыщеннее, чем в оригинале. Просто идеально. Консистенция батончика прям то, что нужно. Не твердая стеклянная карамель, а мягкая сливочная, как в оригинале. Весь батончик мы нарезали на равные части. Упаковали в пищевую пленку. И уже по традиции, отвезли в дом матери и ребенка. Всем очень понравился его вкус. И маленькая милая девочка сказала нам... Напишите в комментарии название батончика, который я еще не увеличивал. И если на этом видео вы наберете 150 тысяч лайков, то вскоре можете рассчитывать на новое масштабное видео. Всем пока.